Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео новости компании Skyway Capital, где мы постарались собрать для вас наиболее важные события за прошедшую неделю. В этом выпуске вы узнаете, как прошла выставка в Индонезии, какое важное мероприятие пройдет в ближайшие дни и как идут дела на испытательном полигоне. А теперь подробнее о каждой из новостей. Уважаемые инвесторы, мы уверены, что перед ЭКФС-2017 у вас накопилось множество вопросов, и мы готовы ответить на них на международной конференции Skyway, которая состоится уже в ближайшие выходные 8 и 9 апреля в Париже. Только там наши спикеры, весь руководящий состав Skyway Capital, смогут дать вам самое полное представление о предстоящих мероприятиях и новостях проекта. Трансляции будут вестись на нескольких языках. Стенд Skyway был представлен на специализированной выставке Railway Tech 2017 в Индонезии. Это масштабное мероприятие является самым значительным для регионального рынка рельсового транспорта. Кратко главными результатами поездки и своими общими впечатлениями поделился заместитель генерального директора по развитию Skyway Виктор Бабурин. Внимание к нам было проявлено на самом высоком уровне. По распоряжению министра к нам совершил визит советник министра энергетики и ресурсов Индонезии. Консорциум компании по развитию одного из островов предложил нам стать его частью и способствовать транспортному развитию острова, что в дальнейшем могло бы стать отличной площадкой для полномасштабного выхода на рынок всей страны. На территории экотехнопарка Skyway царит особое оживление. Генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий лично руководит строительством. Сооружение полужесткого участка легкой транспортной системы вышло на финишную прямую. За время, прошедшее после установки рельсов в преддверии зимы, были приведены контрольные испытания струн Skyway, а также зажимных цанг для их натяжения и анкировки, которые выдержали проектные нагрузки. В экотехнопарке Skyway состоялось бетонирование струнных рельсов полужесткого участка легкой путевой структуры. Событию предшествовали успешные испытания юнибайка и путевой структуры в имитированных аварийных режимах эксплуатации, тестирование струн Skyway на прочность, а также проверка зажимных цанг для их натяжения и анкировки. На сегодня это были все новости. С вами была Дарья. До новых встреч!